Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Интернет-торговля, вклад в экономику и рост зарплат. За первые полугодия реальные доходы белорусов увеличились. Насколько? Как дома. В городе прошел мониторинг места жительства молодых специалистов. Чтобы было комфортно. Всем ли довольны новоприбывшие? Время сборов. В Бобруйске активно продолжается подготовка к школе. Традиционно костюмные ткани – это поливискозные материалы. Что в тренде? Сезонный всплеск. С теплой погодой в Бобруйск пришла энтеровирусная инфекция. Сыпь, повышение температуры. Как предотвратить заболевание? От всей души. 15-й фестиваль творчества для людей с особенностями «Капельки добра в море здоровья» прошел в Бобруйском районе. Стараемся их раскрыть, помочь им. Чем удивляли участники? Отчаянная просьба, зашкаливающий показатель и аграрный призыв. Польша собирается призвать на службу около 200 тысяч фермеров, когда планируют проводить сборы. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Согласованы новые председатели Волковыского, Любанского, Быховского и Осиповического райисполкомов. Во главе последнего стал Андрей Дубинчик, ранее занимавший должность главы администрации Ленинского района Бобруйска. По моему глубокому убеждению, это очень важная, важнейшая структура в органах власти у нас, ну не то, что недозагружена, она не совсем имеет четкие ориентиры по стратегии и тактике своей работы. Приходит председатель райисполкома, он должен четко знать его границы, его полномочия, что он должен делать, чем он занимается. Это особенно важно сейчас, потому что появилось много предприятий частной формы собственности, кроме государственных, разного уровня подчинения. И некоторые руководители, которые фактически являются хорошими шефами для предприятий, особенно сельскохозяйственных, считают, что вот это моё, моя собственность, и туда председатель райисполкома якобы не должен вообще заходить и курировать какие-то тем более вопросы. Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская области гостеприимно встретили новых руководителей. Глава государства отметил, в регионах необходимо навести порядок. Ожидает Александр Лукашенко большой работы и от правительства в целом. Крыша над головой, рабочий вопрос и онлайн-площадки. Доля интернет-торговли в республике превысила 8% розничного товарооборота. В чём причины роста? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Иностранные инвесторы в первом полугодии вложили в экономику Беларуси более 4 миллиардов долларов. Основными спонсорами организации республики стали субъекты хозяйствования Российской Федерации, Кипра и Объединённых Арабских Эмиратов. В свою очередь, Синёкая направила за рубеж почти 2,5 миллиарда. Доля интернет-торговли в республике превысила 8% розничного товарооборота, или почти 6 миллиардов рублей. Онлайн-площадок в стране свыше 30 тысяч. Чуть более половины принадлежат юрлицам, остальные – ИП. Тенденции роста стали причинами инноваций в соответствующем законодательстве. Главная цель изменений – упорядочить деятельность интернет-платформ и защитить права и интересы потребителей. За первое полугодие реальные доходы беларусов увеличились на 9,6%. В общем объёме большую часть занимает оплата труда – 65%. Пенсии, пособия и стипендии – другие выплаты – 22%. Прибыль от предпринимательской и иной деятельности – без малого 8%. Статистические данные сформированы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги. В Беларуси планируют ввести новые льготы при покупке жилья – главные изменения, предусмотренные для жителей сельской местности. Для этой категории граждан при строительстве, реконструкции или приобретении квадратных метров намерены увеличить размер займа до 100% стоимостью общей площади. Также в проекте указа есть преференции для молодых семей и специалистов – семей с детьми-инвалидами. На начало августа в республике заявлено более 160 тысяч вакансий. Из них – почти 11,5 с предоставлением жилья. Спрос на кадры по рабочим профессиям – 67% от общего числа. На учёте в качестве незанятых в экономике состояло чуть более 4 тысяч человек. Больше всего людей в поиске работы в возрасте от 50 до 54. На особом контроле в городе прошёл мониторинг мест жительства молодых специалистов. Многие новоприбывшие работники уже поступили на места распределения. Вместе с тем у иногородних поднимается вопрос жилплощади. Школьные педагоги, воспитатели детских садов, сотрудники сферы здравоохранения чаще всего заселяются в общежития. Представители городской власти, ЖРЭУ и Управление образования регулярно проводят мониторинг условий. Я работаю тут совсем недавно, с 1 августа. Эту комнату мне предоставили, мне всё устроило, только осталось обустроиться. Есть и те, кто успел получить арендное жильё. Семья медиков Алексея и Ирины Горячков обживается в трёхкомнатной квартире на улице Народного единства. Заместитель председателя Бобруйского горисполкома пообщался с молодёжью, расспросил об условиях. Мы, со своей стороны, конечно же, как власти городские, будем делать всё для того, чтобы вот их потребности первопричальные выполнить, исполнить максимальные их желания для того, чтобы им было комфортно, чтобы Бобруйск был городом для жизни. Владимир Книга отметил, проведённый мониторинг – лишь начало. Для новых работников важно создать все необходимые условия для качественной и комфортной жизни. Предучебная суматоха. В области активно работают порядка 60 школьных базаров и ярмарок. Самые крупные организованы в Могилёве и Бобруйске. Покупателям предлагают широкий ассортимент одежды и обуви, рюкзаков, письменных принадлежностей и констоваров. В новых трендах разбиралась Елизавета Житкова. В этом году только в области для школьников представлено более 150 моделей одежды делового стиля. Свыше сотни рюкзаков, иранцев, около 80 обуви. Цены не кусаются. Брюки от 40 рублей, блузки и платья от 45. Кардиганы, жилеты и сарафаны можно найти от 30. Новый тренд на данный момент – это бомберы, которые на кнопках, естественно. Ну, то есть, как на мальчиков, так и на девочек. Синие и чёрные. В основном синие во всех школах. Львиная доля – товары отечественного производства. Отдельные позиции – импорт. Чаще это канцелярия. Нововведение года – обновлённый дизайн дневников. Приобретать необходимый вариант, изданный в 2024-м. Стоимость – 3,50. Простые карандаши от рубля и выше. Шариковые ручки от 80 копеек. Тетради на 12 листов – от 19. Полуобщие – рубль 60. Набор из 10 обложек чуть дороже 2,5 рублей. Смотря ещё какой класс. То есть, в младшую школу, конечно, появилась нужная принадлежность. Это те же самые альбомы для рисования, какие-нибудь карандашики, краску. Ну и, в принципе, всё. Этого хватит. Для старших классов идёт, опять же, тоже классика. Это пару ручек, полуобщие, общие с тетради. И, конечно, на всё нужны обложки. У нас идут именно белорусские наборы. Они все цветные. Рансы можно приобрести от 20 рублей. Рюкзак обойдётся в 45. Цветовая гамма разнообразна. В тренде рисунки с 3D-эффектом. В том году они вообще покупали только чёрное. Поэтому в этом году мы как бы немножко и больше привезли чёрное. Потому что она в том году была как-то всё яркое такое, разнообразное. И больше сейчас идёт, рассматривают 3 в 1, где идёт вместе с шопером, с пеналом. Есть 5 в 1. И как бы рассматривают ещё сумка-рюкзак. Книги, тетради, ручки, атласы, контурные карты, краски и обложки. Полки ломятся от ярких, интересных предложений. Задача родителей – подобрать всё самое лучшее. В нелёгком деле поможет сказ. Широко представлена в магазине художественная, развивающая и обучающая литература на любой возраст. Канцелярия. Приобрести также можно настольные игры и сувенирную продукцию. Перед началом учебного года я бываю в магазине сказ для того, чтобы купить канцелярские. Для своей работы, а также для детей в школу. Пришла с настроением закупочным. Каждый год мы приходим с кассы и покупаем здесь. Нам здесь выгоднее почему-то, чем ходить по палаткам и что-то отдельно покупать. Тут пришёл, всё сразу собрали. Мы готовим мою племянницу к школе. Здесь мы можем закупить разные канцтовары. И очень белорусская продукция нам нравится. Мы с удовольствием покупаем. В поисках идеальные формы на помощь приходит славянка. Радует широким ассортиментом, качеством и актуальными трендами. Подобрать пиджак, брюки и жилет по душе сможет даже самый привередливый покупатель. Фабрика уже отшила 70 тысяч единиц одежды. Выбор есть, цена приятно удивляет. Комплект из верха, низа и рубашки обойдётся всего в 150 рублей. Конечно, традиционно очень большое производство у нас отдельно брюк для мальчиков и для девочек. Весь ассортимент, начиная от юбок, кончая куртками, можно приобрести, одеться школьникам с головы до ног. Нейтральные цвета, которые не мешают восприятию учебного процесса. Это тёмно-синий главный цвет, чёрный, тёмно-серый. Ну, где-то пробегает тёмный бордо ещё. Блуза-джемпер в славянке от 28 рублей. Жилеты-брюки от 15, юбки от 30. В тренде трикотаж, поливискозные костюмные ткани. Акцент на удобство и комфорт. Все материалы проверяются в лабораториях на соответствие стандартам качества. Такая школьная форма – не только красивая картинка, но и гарант надёжности. Хорошие цены такие, ну, короче, отлично. Ну, нравится. По тридцам лишь там и… Мне очень нравится, но мы пришли с ребёнком, потому что у нас очень сложная проблема в том, что он должен выбрать сам обязательно, иначе носить не будет. Приобретаем жилеточку и костюм в цветах нашей именно школы тёмно-синий. Школьный ассортимент будет представлен и в крупных торговых организациях. В магазинах, универмагах и торговых центрах для удобства покупателей предусмотрена оплата картами рассрочки. Для многодетных семей ежедневный дисконт в 15% при предъявлении соответствующих документов. Елизавета Житкова, Станислав Чичерин. Итоги недели. Сезонная зараза. В летний период в городе фиксируется рост различного рода заболеваний. Одно из самых распространённых – энтеровирусная инфекция. Как она проявляется, насколько затяжной процесс лечения и есть ли осложнения? Подробности у медиков узнавал Роман Костюков. Пик купального сезона, реализация овощей и фруктов, продажа бахчевых культур в разрезанном виде, недостаточная гигиена рук. Всё это способствует росту заболеваемости энтеровирусной инфекцией. В большинстве случаев недуг протекает легко, однако могут иметь место серьёзные осложнения. Тяжёлое поражение респираторной и центральной нервной систем, почек, органов, пищеварительного тракта. Энтеровирусная инфекция характеризуется такой клинической картиной – это сыпь, повышение температуры. В данном случае нередко это боль в горле, язвочки какие-то могут появляться. Поэтому при появлении таких симптомов нужно обратиться к врачу, регистрируйтесь среди взрослых или детей. Поэтому нужно описывать, где вы были, что вы кушали. Не забывать, что передаётся от больного и от носителей. От инфекции чаще всего страдает младшая категория граждан. Неокрепший детский организм не готов сталкиваться со многими вирусами и бактериями. Виной может стать питание, нахождение в местах скопления потенциальных носителей. При появлении первых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к специалистам. Энтеровирусная инфекция относится к группе сезонных заболеваний. И, конечно же, дети к нам поступают. Но так как эта инфекция относится к группе инфекций, вызываемых энтеровирусными, эта патология перенаправляется докторами приёмного отделения в инфекционное отделение. А там уже занимаются лечением этих деток. В Бобруйске лечение энтеровирусов происходит на базе инфекционного отделения центральной больницы. Процесс проводится симптоматически в зависимости от проявления инфекции. Главное требование – соблюдение постельного режима. На сегодняшний день пациенты с энтеровирусной инфекцией поступают довольно-таки часто. В основном это дети, которые посещают детские сады, также школьники, реже взрослые. Сама по себе энтеровирусная инфекция, пик энтеровирусной инфекции, вот как раз-таки приходится на летний-осенний период. Хотя она встречается круглогодично, пациенты есть в течение всего года, протекает она достаточно легко. Инкубационный период составляет от трёх до десяти дней. Необходимо помнить, главным источником становится носитель, поэтому под угрозой как дети, так и взрослые. Чтобы не заразиться самому и не подвергнуть опасности родных и близких, врачи рекомендуют соблюдать простые правила. Тщательно соблюдать гигиену рук, мыть фрукты и овощи, избегать контактов с людьми с признаками респираторных инфекций, а также купаться только в отведённых для этой цели местах. Ваше здоровье в ваших руках. Роман Костюков, Максим Калинин, Станислав Чичерин. Итоги недели. Горячая пора. Горайт Топсбыт активно реализует дрова и торфабрикет населению. Позаботиться о комфорте заранее. Природное твёрдое топливо пользуется спросом у домовладельцев города. Цены на уровне прошлого года. Куб древесины обойдётся в 9 рублей 23 копейки. Тонна торфабрикета чуть больше 29. Горайт Топсбыт обслуживает Бобруйск, Осипович, Иглуз, Кировск, Кличев и районы. В текущем году были заключены договора с Кличевским лесхозом, Осиповичским, конечно же Бобруйским и Иглузским на поставку дров в адрес вашего филиала. Для приобретения топлива по фиксированным розничным ценам необходима справка о составе семьи и занимаемой жилплощади, паспорт с регистрацией в домовладении, топливная книжка. Выписка производится в будние дни с 8 до 17, каждую третью среду месяца до 19. К слову, филиал в поисках квалифицированных сотрудников. 15-й фестиваль творчества для людей с особенностями «Капельки добра в море здоровья» прошёл в Бобруйском районе. Песни, танцы, стихи продемонстрировать свой талант смог каждый. А в атмосфере добра и поддержки Виталий Гаврусев. Местом притяжения стала деревня Петровичи. В этом году продемонстрировать свои таланты приехали более 100 участников. Сотрудники Дома народного творчества с радушием распахнули двери, провели экскурсии по местному этнографическому музею Спадшина и организовали на лесной поляне у дуба, где днём и ночью бродит кот учёный, выставку декоративно-прикладного искусства. Есть вот такая площадка, где ребята снова видятся, новые какие-то знакомства, новые какие-то связи для них интересные. Поэтому, конечно же, это очень нужно, в первую очередь, для них. Мы можем подарить этим ребятам какую-то часть праздника, радость и поделиться хорошим с ними настроением. В ярком празднике Добра приняли участие люди с особенностями, представляющие территориальные центры социального обслуживания населения Бобруйска и района. К мероприятию также присоединились гости из Кировска. Для многих фестиваль – настоящая минута славы. Основная задача данного мероприятия является помочь социализировать людей в общество, чтобы люди с инвалидностью могли проявить свои таланты, познакомиться, обрести новых друзей. Праздник творчества, дружбы и добра – как глоток свежего воздуха. Наталья Круг воспитывает особенного ребёнка. Для сына Евгения это прежде всего новые впечатления, которых так не хватает в будничной жизни. Когда нас приглашают на сигареты, мы дома не остаёмся, мы стараемся не пропускать. Зрелищное выступление подготовили и юные актёры студии «Маска» детского дома. На импровизированной сцене развернулась настоящая театральная постановка «Буратино в мире сказок». Ребята пели, танцевали и дарили зрителям радость и позитив. Мы очень переживали, волновались. Ребята готовились, репетировали. Стараемся их раскрыть, помочь им и адаптироваться к этому миру, и, конечно, реализовать себя в творчестве. Фестиваль «15 лет» даёт возможность каждому участнику зарядиться позитивной энергией, найти вдохновение. Маленькие капельки добра и искусства превратились в море любви, радости и творческого счастья. Виталий Гаврусев, Максим Калинин. Итоги недели. Тотальный дефицит, послание из прошлого и принять меры. Сотни юристов со всего мира направили Джо Байдену открытое письмо, о чём говорится в документе. Далее громкие заголовки мировых новостей. Цены на газ в Европе обновили максимум, превысив отметку в 460 долларов за тысячу кубометров. Напомним ранее, из-за отказа Брюсселя от российских ресурсов в начале 2022-го Евросоюз оказался на грани энергокатастрофы. Стоимость голубого топлива, как и тарифы на услуги ЖКХ, достигла максимальных показателей, которые держали планку на протяжении практически года. Открытое письмо к Байдену с призывом прекратить применение односторонних экономических санкций направили сотни юристов со всего мира. В документе отмечено, что такие меры воздействия незаконны и лишь дестабилизируют мировую ситуацию, приводя к финансовой нестабильности, голоду и ограничению доступа к лекарствам и товарам первой необходимости. Ранее американские СМИ писали, США сегодня вводят в три раза больше санкций, чем любая другая страна или международный орган. Польша собирается призвать на службу около 200 тысяч фермеров. Сборы планируют проводить осенью и зимой, когда работники сельхозсектора не будут заняты заготовкой продукции. Командование хочет обучить аграрии в начальной военной подготовке. Как заявили в ведомстве, учения могут проходить день, месяц и даже целый сезон. Сообщается, к отбыванию воинской повинности допускаются мужчины до 55 лет. В Литве намечается тотальный дефицит наставников. Учебным заведением Вильнюса не хватает полтысячи педагогов. Серьезный недобор учителей точных наук. Никто из новых абитуриентов не будет изучать физику, и всего три студента выбрали специальность преподавателя химии. Прежнее поколение, 40 пенсионеров, все еще обучают математике. Однако на замену им придут лишь 9 человек, чего явно недостаточно. Ученые расшифровали вавилонские таблички, возраст которых достигает 4000 лет. Однако сообщения на них не наполнены оптимизмом в отношении будущего. Согласно свежему исследованию, четыре глиняных артефакта с клинописными надписями предсказывают несчастья, такие как смерть царей и упадок цивилизаций. Специалисты отмечают, вавилонцы прогнозировали события, основываясь на движении Луны, включая затмения. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Новая неделя, новые итоги.